Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сейчас я планирую попасть в перехватине и разоблачить все футбольные видео. И, судя по тому, если мой слух не врет, то по перехватине я уже попал. И, честно сказать, друзья, я просто офигеваю от вашей активности на канале. 125 тысяч лайков на последнем разоблачении. Это вот прям очень много, и я не имею права останавливаться. Сегодня я вновь порадую вас разоблачением новой рекламы. Ну и, как всегда, если после просмотра этого ролика вам захочется еще разоблачения реклам, тогда 100 тысяч лайков под этим видео заставят мою задницу подняться, отправиться на футбольное поле и снять новый ролик. И мы там, кстати, тренды начали русские штурмовать, так что давайте чуть-чуть поднажмем по лайкам и комментариям, и я думаю, что в троечку можно влезать туда спокойно. Ну и с места в карьер начинаем с рекламы, которая вы меня просто заспамили. В ней снялся Зиньдин Дидан и Дэвид Бэкхэм. Эти легенды футбола рекламировали новые бутсы Adidas Predator, если я не ошибаюсь. И невероятное попадание Дэвида Бэкхэма с центра поля в перекладину. И снята она просто катастрофически ужасно. Для меня это безумно странно, потому что, как многие успели заметить, кто скидывал это видео, здесь есть очевидный монтаж. Здесь просто невероятный перенос камеры из одной части в другую, поэтому для начала я отправился на поле, чтобы снять ремейк этой рекламы. Если что, у меня сейчас тоже монтаж будет. Но есть одна вещь, которую я, наверное, никогда не пойму, и моя жопа так и будет продолжать полыхать. Это же Дэвид Бэкхэм! Нахрена ему что-то там монтировать? Дайте ему ударить, я не знаю, пять раз, но он сто процентов хотя бы один из пяти да попадет. Это же обычный кроссбар. Если получается у меня, так Дэвид Бэкхэм сделает это в десятки раз быстрее. Очень странно, почему компания решила смонтировать попадание Дэвида Бэкхэма. Просто я что на монтаж потратил 5-10 минут, что на съемки настоящего попадания в перекладину тоже 5-10 минут. Это же абсолютно одинаково по времени и никак не экономит ваши деньги, когда вы снимаете Дэвида Бэкхэма. Поэтому вывод грустный, но очевидный. Монтаж, ну, естественно, выполнимо. Ну а мы переходим к следующей рекламе. Здесь нас ждет Джока Тиви, Джока Бонита и Зубастик Роналда. Да, как вы поняли, сегодня мы пройдемся по легендам футбола. И это старая реклама, которая непонятно была снята до Рональдинио или после, но тем не менее это бразильские вот эти вот новые бутсы, которые ему дают. И в момент, который здесь, ну, сейчас вы все поймете, идет удар по воротам. Как вам траектория? Посмотрите, какая классная траектория. Просто невероятно, да? Особенно, когда мы замедляем камеру, очень отчетливо видно, что мяч изначально летел либо выше ворот, либо вообще в правый угол. Но с помощью кривоватеньких рук монтажера мячик залетает в нужную девяточку от перекладины. Давайте попробуем разобрать, как это сделать. Для того, чтобы снять ремейк, мы используем всего лишь два кадра. Первым мы чеканим мяч, после чего отправляем его подальше от ворот. Ну а вторым прям вот руками подходим и закидываем в нужную точку, куда нам надо. Все это дело сшиваем, и вот наш ремейк, который, опять же, тоже смонтирован. И самое смешное, что меня, как и Роналду, очень сильно палит траектория мяча, который вот прям, ну, явно бросается в глаза. Знаете, тогда в сравнении с Дэвидом Бэкхэмом я хотя бы могу сказать, что я понимаю, почему его смонтировали. Там хотя бы с Сантрополя дело было, но здесь же просто, я не знаю, 15-16 метров до ворот. Что сложного забить от перекладины? Если там надо было пять попыток, то здесь, ну вот, два мяча у меня, две попытки. Просто перекладина попала. Окей, это не гол. Вот, точно такое же попадание. Две попытки. Что сложного? Тем более, это просто я. А если это Роналду, если это один из лучших футболистов на планете? Я не понимаю. Ну, собственно, все так же, как и в предыдущей рекламе. Абсолютно точно монтаж и абсолютно точно выполнимо. Если вы планировали расслабиться, то нет, не время этого делать, потому что мы переходим к следующей рекламе, к третьей. И на этот раз это реклама Пепси с Леонелем Месси. И, кстати, здесь не только он, здесь много людей, которые подкидывают баночки. Но если мы присмотримся и уберем крутую музыку, то, по сути, здесь нет ничего суперсложного. Они просто подкидывают баночки, зачастую закрытые. Единственный момент, который вызвал у меня вопросы, это то, что Леонель Месси сначала открыл банку Пепси у себя в кадре, поставил ее на ногу и, типа, сделал ногой оборот так, чтобы содержимое не вылилось. Как оказалось, все гораздо проще, чем можно себе представить. И вот доказательство, что она полная. Аккуратно. На деле получается, что все это выполнить можно, а значит, это точно не монтаж. Здесь нам Игорь Оленей. Он там у себя на канале посвятил целый выпуск с вызовом для нас. Вы там забегаете к нему на канал, можете посмотреть этот ролик. Ну, а если вкратце, то я снял у него там три ролика, которые он просит разоблачить и рассказать, типа, смонтирован или нет. И хочет, чтобы мы попытались угадать первый из роликов. Это снова наша любимая баночка. Давайте разбираться. Сделать это можно двумя способами. Первый из которых я показал еще тогда. Мы просто сажаем нашего друга за баночку, просим его поймать. И в идеале потом, если вы снимаете где-то на улице, а не на футбольном поле, то вполне можно попросить его куда-нибудь спрятаться за кочку, за холм или за дерево. Ну и второй вариант, когда у вас нет друзей, но вы хотите снять такой ролик, вам нужно просто закинуть мяч за баночку, пускай он катится, а потом в монтажной программе немножечко поиграть с масками. И вуаля, вот моя вторая версия попадания в баночку. На деле оба варианта получаются достаточно чистыми и без разницы, кто-то у вас там поймал мяч или вы просто масочкой вырезали, как делал в первый раз Игорь. В любом случае задача направлена на обман зрения, чтобы казалось, что ты попал в баночку. А вот следующий ролик, это как раз наша тематика. Удар, где мяч вылетает из кадра и после этого попадает в перекладину. Если мы приблизим перекладину, то мы видим, как перекладина прогибается и как сетка колышется после того, как в нее попадает мяч. При этом специально выбил мяч из кадра для того, чтобы меня запутать. Кстати, в начале ролика я показывал, как сделать то же самое, только так, чтобы мяч не вылетел из кадра. Ну и перед тем, как мы перейдем к последнему видеоролику от Игоря Олейника, у меня для вас есть небольшой сюрприз. Чисто для своих, футбольная форма сборной Бразилии с автографами. Здесь есть росписи таких футболистов, как Марсело, Паулинио, Фермино, Фред. Я думаю, что этих ребят вы все прекрасно знаете. И за эту футболочку огромное спасибо Леше Гуркину. Так что для участия в розыгрыше на эту футболку вам нужно подписаться на канал Леши Гуркина, добить уже наконец-то до 30 тысяч подписок у него и зарепостить видео, которое вы смотрите у меня со страницы ВКонтакте. Ну и последний видеофрагмент от Игоря снят на парковке. Он заходит за колонну, после чего выскакивает уже переодетый и с мячом. Здесь есть, опять же, два варианта. Первый — это снять маской разделением на два экрана, где сначала ты проходишь в одной одежде, а потом в другой и с мячом, и потом просто разделяешь экран на две части. Либо действительно оставить вещи за колонну и быстренько переодеться, взять мяч. Просто потом в монтажной программе вырезать какое-то количество секунд из таймовой дорожки. Но так или иначе, манипуляции в монтажной программе неизбежны, поэтому очевидно, что это монтаж. Лично я для себя выбираю режим маски. Мне кажется, он гораздо веселее. Во! Ой, друзья, ну что ж, прям много мы сегодня разобрали. Очень много. И напоминаю вам, что если вы хотите видеть новый выпуск разоблачения рекламы, то это стоит 100 тысяч лайков. Хотя для вас это не проблема. Я думаю, даже 110 тысяч лайков можно просить, вы все равно поставите. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на дурацкий колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Гера Нель Классико. Ну и на сегодня у меня все. Всем пока! Я просто хочу вам показать, что здесь и сейчас вам не нужна таланта. Я просто хочу вам доказать, что ваши кумиры не стоят ни капли...